200 ученых 8 лет трудились над созданием доклада, доказывающего прямую причастность человека к необратимым климатическим изменениям. Как быстро белое солнце превратит Землю в пустыню, расскажет наш корреспондент Ариадна Кугушева. Не замечали ли вы, что Солнце пытается нас поджарить? За последние полтора века температура на планете увеличилась на 1,09 градуса, лишь 0,02 из которых приходится на долю природных факторов. Мировое сообщество подписалось под приговором двух сосен ученых. Виноват человек и обратить глобальное потепление уже невозможно. Группа климатических экспертов при Организации Объединенных Наций составила доклад на основе результатов 14 тысяч научных работ. При текущих темпах загрязнения атмосферы за два десятилетия мы достигнем средней температуры потепления Земли в 2 градуса, что повлечет за собой катастрофические последствия. Но даже если мы снизим выбросы углекислого газа до нуля, ледяные щиты продолжат таять, а уровень океана повышаться еще тысячи лет. Флоры и фауны несут потери уже сейчас. Животные, которые имеют ноги и могут убежать, они меняют ареал обитания. И так, например, уже сейчас в наших широтах можно увидеть насекомых, которые были характерны, например, для тропической зоны. В то же время, говоря про такое жаркое лето, как, например, в этом году, это часто влечет гибель рыбы в водоемах, так как количество кислорода, которое содержится в воде, оно напрямую зависит от температуры. Казалось бы, немного тепла сыграет России на руку. Увеличится площадь пахотных земель, будет дольше открыт Северный морской путь. Но пожары в Якутии, наводнения в Керчи, Анапе, Новороссийске и засуха в средней полосе России не были случайностью. Все это часть проблемы, которую слишком долго не хотели признавать. Россия – северная страна, две трети территории которой погружено в вечную мерзлоту. Тысячелетиями замороженный грунт активно тает, на что совершенно не рассчитаны расположенные в северных городах дороги, заводы, жилые дома и коммуникации. Изменения заметны и в других регионах. У нас темпы потепления выше среднемировых. Но в то же время наша страна, в общем-то, может похвастаться тем, что мы можем некоторые регионы перепрофилировать. То есть в связи с тем, что происходит изменение климата, мы можем какие-то культуры начать выращивать в более северных районах. Для нас, как для аграрной республики, конечно, слуху в первую очередь земледелие и аграрный сектор. Но так большинство секторов метеозависимы. Это и транспорт, это и энергетика. Важно помнить, что жаркое лето – лишь часть общей проблемы, над решением которой сейчас трудится все мировое сообщество. В начале ноября в Шотландии соберется климатический саммит, где ученые обсудят, как минимизировать наносимой природе ущерб. Ариадна Кугушева, Фарид Захитаглы, Универньюз.